Привет всем любителям шахмат! Сегодня мы посмотрим партию, сыгранную двумя девочками в зоне до 13 лет на первенстве округа. Партия, на мой взгляд, получилась учебной и очень полезной. Тема чувства опасности. Итак, все внимание на экран. Давайте смотреть. Белые разыграли староиндийское начало. Дебют особо комментировать не будем. Здесь после ферзь е2 у черных много хороших ходов. В частности, е5. Ну, слон е6 тоже нормально. Ну и вот здесь, видимо, не ожидали белые такого поворота событий. b3, на мой взгляд, сделанный следующим ход белых. Показывает то, что они не чувствуют позицию. Возможно, они привыкли к тому, что черные зачастую играют без фенкетированного слона на g7. Ну и ставят, например, слон е7 или слон d6 слона на эти поля. Что же произошло? Ну, конечно же, после b3 белые зернули тактику. Конь бьет е4. И теперь у черных, как минимум, лишнее качество. Партия последовала де. Качество обязательно надо забирать. Слон а3. Ну вот, критическая позиция, на мой взгляд, номер раз. Здесь, хоть и у нас лишнее качество, но играть нужно аккуратно. В этом позиции черным нужно хорошенько подумать, чтобы понять, что происходит. Во-первых, нужно стараться сохранить своего чернопольного слона. Потому что у нас есть дырка на g7. Вообще, есть слабости по черным полям. Ну, а во-вторых, если не получается у нас сохранить нашего слона, то хотя бы отъесть чернопольного слона соперника. Иначе наш король из-за слабости черных полей будет в беде. Давайте посмотрим. То есть, сыгранная де, на мой взгляд, не сильнейшая. Ферз а5. Достойная идея. Мы не только защищаем на а5, но и, например, можем забрать слона на а3. Да, своего даем, но при этом забираем. То есть, можно и отскочить слоном обратно. Да, пешка там потеряется. Но, что делать? Все равно, перевес у черных сохранится. Но де, конь е4. Ну, и вот здесь дальнейшее комментировать непросто. Потому что черные с удовольствием отдают своего слона. И не понимают вообще, зачем он нужен. Да, значит... Дальнейшие коды это конь c5, слон c5, слон c5, ферз а5. Что произошло у нас на доске? Черные не смогли справиться с той задачей, о которой мы говорили раньше. Сохранить своего слона. Либо, если отдаем своего слона, то забрать слона соперника. То есть, мы видим, что чернопольного друга нашего нет. Но у соперника он остался. Ну, и что здесь можно сказать? Конечно же, будет беда у черного короля. Черные не чувствуют опасности. И вскоре получат мат. Последовал ход здесь ферз е3. Но, видно, что белые чуть-чуть уже намекают. Гладиацию 8, а4, b6, слона 3. Еще один намек. Видно издалека, что будут у черных проблемы. Хотя, позиция черных крепка. Там много хороших ходов, которые с легкостью дадут защиту от мат. На мой взгляд, в подобных типах позиций нужно стараться в первую очередь думать о своемом короле. Ну, и, конечно же, без ферзей очень тяжело будет получить мат. Поэтому, при любой возможности менять ферзей, предлагать размены ферзей. Либо хотя бы находиться возле своего короля. То есть, например, ферз f5. На мой взгляд, ход был бы неплохим. К сожалению, дальше черные не думают о своем короле. Они про него забывают. И играют либо в центре, либо на ферзевом фланге. Что печально. Конь d5, конь d4, ладья fd8. Ну, и здесь, конечно, позиция черных быстро сыпется. Здесь, конечно, не сильнейшие ходы. Но видно, что позиция не держится. И фигуры просто заходят. Да, вот такое вот. То, о чем мы говорили. Да, черные поля. Как только зайдет сюда слон, то все. Вот слон зашел, партия закончилась. Ну что, мы можем по этой партии сделать вывод, что ни для кого не секрет, что дети не так хорошо чувствуют своего короля. Конечно же, атаковать проще, чем защищаться. И вот эта партия служит наглядным примером того, что если вы, например, фианкетируете своего слона, то вам стоит хорошенько подумать. И большая ответственность, да, если вы, например, забираете эту ладью. Если вы не знаете, как это играть, то, скорее всего, проиграете. Да, качество для детских шахмат не такой большой перевес, поэтому нет одной фигуры, но есть другая. И во многих типах позиций конь сильнее ладьи, слон сильнее ладьи. Но вот, применительно с королем, так это вообще. Если у кого-то будут какие-то вопросы по данной партии, рекомендации, пожелания, обязательно пишите в комментариях под этим видео. А так, спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал. Совсем скоро новое видео. Пока-пока. Продолжение следует...